Миллениалы разводятся реже, чем их мамы, папы и даже бабушки и дедушки. В чем секрет семейного счастья нового поколения? Поговорим об этом прямо сейчас. Итак, ученые в США установили, что новое поколение американцев, известное как миллениалы, разводятся гораздо реже, чем их родители. Исследователи из Мэриленского университета подсчитали, что с 2008 по 2016 годы уровень разводов в Америке упал на 18%. Это очень серьезная цифра. Специалисты пришли к выводу, что браки миллениалов, то есть тех, кто родился между началом 80-х и серединой 90-х годов, ну то есть я, например, вполне себе миллениал, крепче, чем у их матерей и отцов, и даже бабушек и дедушек. И это несмотря на то, что развод сегодня гораздо более простая процедура, чем лет 20 назад. Социологи не исключают, что секрет прочности браков миллениалов заключается в том, что молодые люди стали более избирательны и осторожны. Представители новых поколений второе реже их родителей оформляют свои отношения официально. Мы сейчас обсудим этот вопрос, например, с психологом. Надеюсь, мы сейчас попытаемся дозвониться с психологом Еленой Фейгиной поговорим, который нам расскажет по скайпу, если все будет хорошо, о том, насколько это такой тренд долгосрочный. Значит ли это, что... Да, есть у нас Елена Фейгина на скайпе, на связи со студией. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Елена, чем объяснить крепость современных браков? Знаете, есть несколько вещей, которые происходят с молодыми людьми сегодня. Ну, первое, это, наверное, то, что люди более осознанно начинают заходить в отношения. Во-вторых, мы дольше проверяем, дольше друг с другом живем, дольше привыкаем друг к другу. Брак сегодня необязательная вещь. Это то, что мы делаем по желанию. Плюс из того, что я наблюдаю и в частной практике, и вообще в целом, как тенденция, люди, которые сегодня по 30 лет чуть-чуть моложе, чуть-чуть постарше, более открыты к семейной терапии. То есть если что-то не работает, мы готовы прорабатывать свои проблемы для того, чтобы оставаться в браке и в отношениях. Я вас поняла, но вот смотрите, как считаете, в последнее время, да, это стало такой модной историей, все ходят к терапевтам, все ходят к психологам. На самом деле, 30 лет назад, наверное, тоже ходили, по крайней мере, в Америке, в европейских странах, да, вот мы смотрим старые фильмы, мы представляем себе и видим, как там герой лежит на диване у психолога, рассказывает о своих проблемах. Сейчас этот тренд укрепился. Как вы считаете, это работает, это помогает тому, чтобы браки были прочнее и более осознанными или нет? Ну, я здесь, наверное, у меня чуть-чуть субъективная аттракция. Да, я понимаю. Потому что я работаю с семьями, которые приходят ко мне и обращаются за помощью как раз для того, чтобы брак оставался крепким и прорабатывают какие-то свои истории. И это действительно помогает, действительно работает, и мне кажется, что пары должны быть больше к этому открыты. Очень часто, когда мы находимся внутри пары, внутри ситуации, мы не всегда можем объективно уже друг с другом разговаривать. И помощь психолога – это помощь прожить сложные моменты в своей жизни, оставаясь вместе, и это нас скрепляет, делает семью более устойчивой. Елена, я, конечно, не прошу вас выдавать секреты какие-то, и тем более говорить о своих пациентах. Но если бы можно было как-то обобщить, есть у вас некое представление о том, какие проблемы в основном сейчас у современных пар возникают, с которыми они борются? Ведь наверняка есть некая тенденция общая. Знаете, общие тенденции, мне кажется, всегда одинаковые с точки зрения проблематики, которая в парах возникает. Долго вместе живем. Есть вопросы интимного характера, сексуальных отношений друг с другом. Вопросы того, когда рождаются дети, дети подрастают. Сегодня молодые люди не ждут долго для того, чтобы заводить детей. А мы видим тоже тенденцию, что детей начали заводить в более раннем возрасте. Это тоже влияет на отношения, меняет их динамику. И все эти моменты нужно прорабатывать у психолога. В основном это, конечно, какие-то большие такие шаги, которые семья проживает. Знаете, есть такая, наверное, глупая, скорее всего, по крайней мере, мысль о том, что если уж пара пошла к психологу, значит, там вообще проблемы большие, серьезные. И склеить, дескать, эту чашу разбитую уже никто не сможет. Можете, пожалуйста, опровергнуть захочево для зрителей? Потому что если чаша разбита, то уже к психологу никто не идет. Если мы идентифицируем то, что у нас есть некие сложности, с которыми мы сами не справляемся и не можем выйти из конфликтной ситуации, то мы идем и обращаемся за помощью к специалистам. Ничего в этом такого постыдного, что ли, нет. Наоборот, это осознанное, опять же, вот это слово, как бы оно отражает степень вовлеченности и ответственности, которую мы берем за наши отношения. Мы идем, исправляем и двигаемся дальше. Сложные моменты, прожитые вместе, семью укрепляют. Спасибо. Это, мне кажется, было вполне доступно и понятно всем зрителям RTVI, где бы они сейчас ни жили. Если проблема есть, то ее можно решить. Проблемы не всегда бывают совсем уж катастрофичными, даже если вам так кажется. Мне кажется, что всегда можно помочь, и Елене кажется так же. Елена, благодарю вас. И сейчас мы поговорим с давно замужней представительницей поколения, как раз миллениалов Альбиной Ицхоки. Альбина, здравствуйте. Благодарю вас, что вы к нам присоединились. Здравствуйте. Слышите ли вы нас? Да, я слышу хорошо. Вы, насколько я знаю, 13 лет уже в браке. У вас трое детей. Давайте поговорим о крепости семьи, если позволите. Что тут самое главное, на ваш взгляд? У меня ситуация такая, что мы познакомились с мужем, когда она была 18 лет, и мы вместе уже 18 лет. То есть мы, я думаю, выросли вместе, и было важно для нас то, что мы как-то были всегда родными друг другу и остались родными людьми. И я думаю, что наши отношения, они характеризуются такие, они нестабильные, они никогда нестабильные. Она такая синусоида у нас всегда, и какие-то кризисы, какие-то проблемы, и какие-то хорошие моменты. И мы это все проживаем и говорим друг другу все, что думаем, какая-то искренность всегда. Потому что он – это первый человек, с кем я хочу поделиться. Неважно, хорошие это и плохие мысли, и у него так же со мной. Ну и как бы сейчас уже дети, и это уже все усложняет. Ну то есть так вот живем, не скучно. Но вот вы сейчас опровергаете, знаете, вот эту теорию о том, что когда люди начинают встречаться и женятся в раннем возрасте, то, дескать, это заранее, в общем, обречено на провал. Чем бы вы объяснили успех? Это дружба, это какие-то... Я прекрасно понимаю, у нас много друзей, которые как-то вот ушли в разные стороны. И у нас тоже такие были как-то вот моменты. Но мне кажется, как-то мы друг другу говорили, что нам не нравится, или где мы бы хотели, чтобы вот партнер вырос в отношениях. И мы как-то старались не терять вот эту линию, где один человек развивается, и ты развиваешься тоже как бы в эту сторону, и не отстаешь в каких-то отраслях. С какого вам было лет, когда вы вышли замуж, если не секрет? 23. Ну, это рано по нынешним временам, это очень рано. Не было ли когда-либо у вас мысли, что рановато я вот, в общем, как-то связала себя узами, а стоило бы, наверное, еще погулять, знаете? Да, это хороший вопрос. Я когда приехала сюда, мы только поженились, мы приехали в Америку, 23 года. И здесь на меня все смотрели, как будто просто я какая-то сумасшедшая, потому что здесь 23 года никто никогда не женится. Вот, и мне говорили, 23 года, и ты уже замужем, а я еще хотела детей, и вообще на меня смотрели, как будто как с луны свалилась. Вот, для меня это было тогда нормально. Вот, сейчас вот у меня есть две дочки, и я не хочу, чтобы они выходили замуж 23. Мне кажется, позже лучше. Ну, просто времена другие, мне кажется. А у нас так получилось, что мы просто вместе были так долго, и как-то мы потом вместе уезжали, и это, ну, имело смысла. Вот, а так, мне кажется, если бы другая какая-то жизнь была, наверное, я бы позже замуж вышла. Ну, и дети мои, я не хочу, чтобы они там 20 лет, там, совсем молодые, выходили замуж, заводили семью как-то. Ну, это они сами решат. Альбина, ну, вот вы сами упомянули, что когда родились дети, добавило трудности, сложности. Дети – это нечто объединяющее, скрепляющее, или, наоборот, это бытовуха, как говорят многие скептики, знаете, когда приходится заниматься вещами, которые тебя, в общем, не слишком привлекают, и добавляются обязательства. Что это для брака? Это испытание. Вот вы, если моего мужа спросите, он точно скажет, что это большое испытание, потому что очень сильно приоритеты смещаются, особенно у женщины, особенно там первый год жизни ребёнка, и мне кажется, это важно понимать, и важно это всё проговаривать друг с другом, чтобы человек понял, почему ты себя так ведёшь, и почему, ну, вот, как бы всё меняется. Вот, и, конечно, важно, когда дети рождаются, что это не только мама, что это, как бы, и папа, и мама, и они вместе заняты, а не так, что одна мама, как бы, занята детьми, а папа этого всего не понимает. Вот я как раз, вы просто сорвались языком, у меня был последний, наверное, к вам вопрос. Роли членов семьи, да, когда рождаются дети. Раньше женщина должна была в одиночку заниматься детьми, значит, при этом готовить, стирать, убирать, а папа иногда играл с сыном футбол, знаете. Вот как сейчас, как правильно распределить эти роли, чтобы семья была семьёй, и чтобы все, в общем, равны, наверное, вклад какой-то вносили в рост и развитие этой семьи? Я не знаю, как правильно, как неправильно. У нас, ну, папа, это почти как мама, вот, ну, первый год жизни ребёнка, наверное, ну, нет, но всё равно очень важно, чтобы мы вместе проводили время, он всегда приходит, как бы он занят не был, а на ужин, и мы вместе, там, в шести часов вечера, или я когда работаю тоже, мы обязательно ужинаем вместе, путешествуем вместе, и мама, папа, они как бы, если мама занята, папа занимается детьми, или там уборкой, стиркой, посудомойкой, то есть это как бы... А иначе, особенно когда оба человека работают, то по-другому не получается. А как у вас остаётся время друг для друга и друг на друга, Альбина? Вот сейчас мои младшие два месяца, поэтому мы вот на свидания не ходили ещё, но планируем. Мы просто планируем, как-то нанимаем кого-то, либо бабушка, если приезжает, оставляем детей и уходим там в ресторан на какое-то время. И, конечно, каждый день наше любимое время, это когда мы укладываем всех спать, все спят, и вот у нас остаётся несколько часов, и мы просто проводим время, там, не знаю, посмотрим фильм, поговорим, выпьем вина или чай, что-то такое. Как это хорошо, Альбина. Желаю вам самого счастливого брака ещё на 150 лет вперёд, и пусть у вас всё будет чудесно у всех ещё детей. Потому что я за максимальное число детей, например, выступаю. Чем больше, мне кажется, тем лучше. Спасибо большое. Альбина, большое спасибо. Альбина Ицхоки была у нас на прямой связи по скайпу. Мы говорили о семейных ценностях в хорошем смысле, а не о пошлином некоторыми политиками и общественными деятелями. И мне кажется, что это одна из самых классных была сейчас у нас тем в эфире, сквозном эфире на RTVI. Далее у нас новости с Лизой Каймина. Я уступлю это кресло Тихону Дзитко, который продолжит сквозное информационное вещание на нашем канале.